Тимур, береги лыску. Мне такое грязнулило. Много вперед-вперед, соревнований, и такой же человек. И может чем-то меня удивить. Главное не откусить его, потому что дельмени мои пельмени не откусили. Чемпион АМС Fight Night Дмитрий Бекрёв после длинного перерыва готовится к новому противостоянию. Боец смешанных единоборств будет драться по правилам букса с яркой звездой поп-ММА Тимуром Никулиным. Здесь Бекрёв расскажет, куда пропал, почему называет Никулина боксером грязнули и насколько он серьезно относится к этому поединку. Первое, что я хотел бы узнать, почему такой долгий перерыв? Где это был последний год? В ЗАЛе. А почему не было боев? Ну вот так как-то сложилось, что сначала одно пообещаю, потом другое. Это очень долго рассказывать. Я с августа, получается апрель был, там май, июнь. Но менеджер сказал, говорит, отдыхайте, съездите на море. Я отдыхал летом. И с августом начали готовиться на октябрь. И так получилось, что там должны были подраться шлеменко, потом это слетело, потом все намотает слетело. Потом я чуть травм получил, шел на реабилитацию. И я как бы сейчас возвращаюсь. Ну вот просто должен был уже три раза подраться, но из-за вот этих движений, которые непонятные, так получилось. То есть нет такого, что ты там перебираешь, может быть, соперников или где-то там какая-то там длинная задержная травма была? Это просто так обстоятельства сложилось? Так действительно обстоятельства сложилось. На самом деле после боя, вот последнего крайнего, который год назад был, ну вот я хоть на следующий день готов был драться. В смешанных единоборствах есть целый арсенал. Болевые, там, броски и так далее. А вот здесь все убирается, остаются только руки. Насколько тяжело перестроиться? И стойка другая, и движение другое, и смешанных единоборств? Ну формат, конечно. Ну я так скажу, что это такая ответственность большая, на самом деле. Ну да, перестроиться в короткие сроки, там ее поменять. Что-то не можешь ногой ударить, кто-то не можешь там побороться. То есть что-то вот такое. Ну это не даже формат тех же перчаток, на самом деле. Формула боя и вообще тактика поведения, именно когда вы делаете 4-хунцовые перчатки одеты и боксерские, они абсолютно разные. То есть бокс, он, ну он, конечно, сложный, сложный. И ее нельзя назвать там балетом, но еще что-то, хотя и балет тоже, я не смогу в балете это назвать какого-нибудь. Это не смешно звучало. Сложный это тоже, это ответственность для меня, то есть это новый опыт. И, знаешь, такая рубеж проверить себя, что это такой, ну какой-то этап жизненный. Но вы сейчас перестроили тренировки, то есть не боретесь, только работаете на руках, раскидываетесь где-то там тактик. Нет, честно, я борюсь. Ну единственное, что вот я ногами сейчас не работаю, а вот в основном вся ударная техника, мы им на бокс направлены все. А так бороться, борюсь, ну не так часто, но в основном вот именно лапы, пары именно по боксу и плюс немножко борьбы. А вы не подтягиваете на тренировочный лагерь боксеров каких-нибудь? Именно боксеров, вот прям по профилю. Ну вот смысл в том, что я же занимаюсь в Грушу у Игоря Васильевича Смолданова. И, ну это именно боксерский клуб, то есть там все боксеры, ну там, естественно, и кто смешки и так далее, но там боксеров больше, чем тех, кто дерется по смешанным миноборствам. Какой-то такой там проблемы в этом нет. То есть мы как бы постоянно стоим именно с боксерами. Чемпионское звание, тренировок не освобождает. Даже наоборот, ставки повышаются. Желающих побить титулованного спортсмена стало больше, а значит и тренироваться нужно дольше и тяжелее. Мы снимали Тимура Никулина, и мы говорили с ним о том, что так или иначе, ты профессионал и очень много лет, а он, грубо говоря, в единоборствах там, ну сколько, 3-4 года. То есть нет ли с твоей стороны какой-то недооценки? Ну типа схожу его в школу бокса, малышу покажу, что значит профессиональный спорт и как это бывает. Да нет, абсолютно, ну это как, ну, соревнования, и, ну, такой же человеку, и может чем-то меня удивить. Те, наверное, же готовятся под меня, значит, он смотрит на их бои, там, какие-то там заготовки, поэтому нельзя расслабляться. Обычно вот эти все там, в моей карьере, все вот эти расслабления, они приводили ни к чему хорошему, я вам честно скажу. Ну, как-то уже надеюсь, что это перерос, и по-другому к этому отношусь. А что можете сказать вообще о Тимуре Никулине? Вы видели его бои, как он работает, что из себя представляет на вас, такая оценка экспертная? Ну, хорошо, не плохо. Грязнули он, прям вот, ну, 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 много вперед-вперед, темп держит, вяжется там, работает в клинче, ну, такой, не классический бокс исповедует, а именно такое, больше там, навязать в сторону таких, как-то, вот, не знаю, там, бойцов, какой-то Артура Гатя, там, и так далее, то есть, там, затяжан, и попытаться, там, большую серию ударить, такого плана, там, что-то, вот, там, живот, как-то снизу, там, затылок и так далее. Ну, такой, не очень зрелищный, но очень коварный. А почему понадобилось чемпиону AMC Fight Night бросать вызов Тимуру Никулину, который с поп-мм. Мне просто интересно, кто сказал, что я бросал вызов? Он сам. Он? Да. Вообще, первый раз только услышал. Нет? В моем передаче, что это? Ерунду нет, не говорили. Мне предложили подраться по боксу, я согласился. Я только либо предложили, там, 18 апреля, потом решали долго с соперником, ну и как, в итоге Никурина, ну и можешь, Никурина, просто, ну, будешь, все, кого я, там, бросал, там, что я, там, бегал с транспарантами, там, Тимур. Нет, такого не было, абсолютно. Там был момент, что на «Правде» я присутствовал на ее бою с Хачатаряном. И тогда даже разговоров в этом не было. Хитак пригласил на этот турнир. И он что-то там после своей победы над Хачатаряном, что начали про «Fight Night», задвигать там и так далее. И я просто проходил ему там мимо. Я говорю, тем вот, смотри, аккуратнее там с «Fight Night», особо не газуй. То есть как бы есть на хронах, не есть кому тебе ответить. И так усложилось просто. Ну, это как бы не вызов, это прозволь. Ну, так, пацанов чувства привести. А то он на публику «Короля», а тут ничего не ответил. А ты лично ему это сказал? Да, да, да. А как он отреагировал? Да никак. Просто смотрел, ух, ух. И все. Ну, он знал, кто ты? Ну, надеюсь, что знал. Что знает. Подостал. Я не уверен. И он ничего тогда не ответил? Ничего не ответил просто. Ну, я дальше пошел, как-нибудь посмеялись. А потом позвонил Хитак и говорит, есть предложение, да? Нет. Потом это такая история была. Мы с Хитаком встречались. То есть он говорит, давай вот по боксу. Я говорю, да, давайте не против. Как бы. Просто вот, ну, момент был, что типа, когда вот подраться. Там май, апрель, там или летом. Какой-нибудь там с кем. Были такие долгие разговоры. А потом он сам предложил, говорит, давай. На самом деле изначально не он был противником. То есть там предлагали совершенно других людей. Вот. Но они как бы не согласились. А кто? Тимур. Ну, там была изначально Арби. Арби имеев там. Солунину предлагали. Он тоже не захотел. Ну, так вот. Ну, искали что-то такого с именем, чтобы было интересно для зрителей. Мнение существовало, вот оно сейчас уже рассеивается, но было. Что профессиональные бойцы такие, у вас там песочница, вы там на голых кулаках там занимаетесь, на своих ютюбах там занимаетесь. У нас вот здесь серьезный спорт, у вас там какая-то ерунда. Ну, я же не первый. Вагав, Вагав. Он дрался там, пожалуйста. Я уже как бы такой не знаю, я же не первый проходит. А насколько для тебя это важно, что вот я… там на телеге приехал там покорять. Ну, у тебя нет никаких предрассудков на эту тему, что какую-то поп-мма, я прихожу в YouTube промоушен или там. Ну, все равно я считаю, что все-таки вот проект «Правда» там, и тот же боксер-склуб на РЕН-ТВ, он все-таки немножко другой формат имеет. Как бы там меньше попа, но больше к боксу именно отношений, поэтому мы согласились. У нас как бы вообще получается, что из профессионального бокса-то сейчас в России-то, ну, не особо это интересно, как бы, а все-таки мероприятие раньше «Мир бокс» проводил там, а сейчас, по сути, как-то на Мерсесе остался, и то не особо там не блещет, там часто все турниры. Вот, как бы, РЕН-ТВ, получается, «РЕН-ТВ», получается, «РЕН-ТВ» переориентировал, и все. То есть ничего зазорного, и мы по боксу дали. Я что-нибудь не говорю, что я ухожу в «Пуфа-Муае», и начну вот на каждом углу, там, всем вызовы кидать, и говном поливать, ну, откровенно. Я это не собираюсь делать. То есть, ну, я пришел с определенным целью, там, ну, показать, какой я боксер, и все. А просто у людей, которые с кем дерусь, вот сейчас тем вот, у него такой вот, вот он именно на хайпе, именно вот в этой всей кухне варится, и то есть, получается, что это не я туда окунаюсь, просто это такой соперник, который, ну, интересен именно большому кругу зрителей. Вот и все. А для тебя, вот как для профессионального бойца, зачем такой поединок по боксу? Почему дальше работать, там, смешанным единоборством, там, отставить титул и так далее? Ну, это просто вот опыт, опять же, ну, предложение интересное было, почему не отказывалось. И никто же не говорил, что, там, я отхожу из МО. То есть, у меня, например, там, ну, конец мая, начало июня будет защита. То есть, это, как бы, ну, бокс боксом. То есть, то, что мои дела в Файтнессе, они также остаются. И к тому, что, как к этому относиться? То есть, это часть развития, часть пути бойца, да? То есть, вот мы, знаете, как раньше, особенно в детских секциях делали, там, если смешанное единоборство, в одну субботу поехали на соревнования по китбоксингу, в другую субботу, там, по боксу. Ну, чтобы такое комплексное развитие. Как бы, ну, вот интересно же всем, знаешь, как говорят, а вот как он на кулаках поделился, там, друг с другом, а вот как, там, по боксу, там, вот, ну, это, как бы, такая, и для зрителей, да, и для моей, там, для моих болельщиков, им тоже уже это интересный опыт. Им же также будет интересно посмотреть, ну, что я покажу. там, а уж в другом уплое. Ты знаешь, как бы, они поймают, знают уже это все, а вот тут, как бы, новая такая, ну, говорит, возможность себя показать, ремонтировать, то есть, когда новых зрителей к себе привлечь, там, и так далее. То есть, ну, ничего плохого в этом я не вижу. То есть, сменит, там, виды деятельности, как бы, ну, я считаю, что это какое-то движение вперед. То есть, нежели стоять, там, на одном месяце, почему не попробовать? Ну, а сложно будет вообще перестроиться, там, в какой-то момент, там, не бросить, не вывести на болевой, не закинуть треугольник в стойке, там. Надеюсь, да. Главное, не откусить его пельмени. Да, да, да. Или у меня мои пельмени откусили. А то покажется вкусно. Будет печально. Он, кстати, все время говорит о пельменях, поскольку студент, и он, это такая часть его эмплуа, и он много раз говорил о пельменях, что долгое время приходилось тренироваться чисто на пельменях, и как раз ты говоришь укусить пельмени. Да, да. Нужно беречь себя, прижимать там перчатки ближе к уху. Может, какая-то горчица намаза, чтобы, конечно, сразу начнет кусать, и сразу невкусно. Фу, фу. Не, ну, кстати, он такой-то зажиточный студент. Обычно все за доширак говорят, а тут за пельмени. Ну да, тут доширак чуть дешевле. Тоже мясо уже. Знаешь, в моей молодости все как бы там рассказывали, что не то чтобы даже доширак, а роллтон, кубик, ну, знаешь. Да, да, да. Просто заварили, как будто весь суп. Ну, ты горячей водой, бульончик. Да, еще. А можно ли сказать, что в этом поединке ты пытаешься взять часть медиа у Никулина? Нет, абсолютно нет. Пускай свои медиа там. Я к тому, что у него аудитория достаточно, ну, крупная, да, и, возможно, те люди, которые смотрят его, не смотрят тебя. Так вполне возможно может быть. Честно, я об этом даже не думал, как что-то там, какой-то там, отбивать его болельщиков или что-то. Ну, абсолютно нет. Ну, а ты реально вот, если вот прям по-честному, вот в сердцах можешь сказать, что это действительно… Прям вот прям по-честному. Прям вот прям по-честному. Вот этот человек может действительно угрожать тебе, может представлять для тебя опасность? Ну, конечно. Ну, если он навяжет свой этот бокс, ну, мне нельзя расслабляться. Поэтому если там выйду такой, знаешь, там, покурить такое между раундами, то, конечно же, будет все печально. Поэтому нельзя расслабляться. Я же про это и говорил, что это злую шутку играл в моей карьере, когда я недооценил соперников, потому человеку опыт ходил. Ну, реально злую. И поэтому я надеюсь, что перешел через это. И поэтому маникуль нельзя недооценивать. Просто выйти, как бы, ну, на свой набор персонал. О чем отличается? От любителя то, что там выходит, и он четко делает свою работу. Ну, что бы там ни было, как там, underdog, не underdog и так далее, там, типа, ну, как, что от него жду, там, говорят, там, типа, да лет, да ты его пройдешь, там, и так далее, не ослабляйся, ну, там, не напрягайся и так далее. Нет, так нельзя. То есть у тебя конкретно должна быть задача стоять, и ты должен выйти и выполнить все. Да. В этом поединке кажется, что ты теряешь больше, чем он, намного, там, приобретаешь меньше. То есть если он проиграет, он скажет, ну, я проиграл профессионалу. Выиграет, ну, ты вообще герой. А ты, получается, если выиграешься, скажет, ну, ты сам понимаешь. А если проиграешься, скажет, вау, как это будет. Поэтому мне надо показывать бой именно такой, чтобы свой уровень показать. Это все. То есть у меня тоже ответственность, поэтому, большая. То есть, что это все равно не мама, это бокс, но все равно на мне ответственность лежит, как никакая. То, что и на нем ответственность, что он дерется чемпионом, и на мне, что мне ни в коем случае там даже какой-то там мысли долей не должно быть, что я там могу, чтобы оступиться или как-то проиграть. Береги лысу, донеси ее до ринга, а там я тебе помогу. Покажем красивый бой, главное, чтобы все без травм прошло. Спорт спортом, потом подням руки и разбежимся по самому замуж. Поэтому удачи! Субтитры сделал DimaTorzok